Что нужно делать? Что вы посоветуете жителям совхоза имени Ленина? В ситуации, в которой мы находимся, вы ее видите со стороны, это борьба. Сегодня за каждый какой-то эпизод, где... Рейдеры, в общем, здесь, они уже директора школы сельской, жена одного из рейдеров, руководителя администрации, внутреннего территориального управления, это ставленник рейдеров. Что в этой ситуации делать? Но в каждой конкретной ситуации всеми силами поддерживать Павла Николаевича Грудинина. Я не могу дать рецепт, какая завтра будет ситуация, понимаете, она каждый день меняется. Но в любой ситуации не оставаться лежать на диване. В любом случае нужно поддерживать Павла Николаевича. Ну, самое главное, конечно, поддержка, это вот этот народный миллиард. Ну, я так думаю, что уже все жители поселка и работники совхоза, они уже, естественно, в этом приняли участие. Я со своей стороны тоже, конечно, приняла и перевела 100 тысяч рублей, но я агитировала и других изо всех своих возможных сил. Вот вы говорите, почему вот так происходит. Да вот потому и происходит, что, казалось бы, чего проще взять и всем, кто хотя бы на выборах классовал за Павла Николаевича, перевести не 100 тысяч рублей, а 100 рублей. Ну, люди думают, а, ну что там, мы без меня. Не потому что они не хотят, а просто они так считают, что и без меня обойдутся. Не обойдутся. Вот не обойдутся. И, например, если бы мы собрали вот этот миллиард, понимаете, это вот и был бы нашим, наверное, самым могучим вкладом в дело поддержки Павла Николаевича Грудинина. Вот, и, соответственно, призываю всех его поддерживать, поскольку независимо даже от идеологии, от наших каких-то разных, может быть, пониманий каких-то конкретных общеполитических вещей, но надо поддерживать в нынешних условиях человека, который реально трудится и реально что-то создает, а не стрижет, если говорить ленинскими словами, купоны. Вот те, которые жируют за счет московских квадратных метров или подмосковных, они стригут купоны, они работать не умеют. И, к сожалению, вот, понимаете, сейчас вот очень модно, там, сменяемость власти, туда-сюда. Вот, скажите, Павел Николаевич столько лет возглавляет совхоз. Разве есть ему замена? Нет. Давайте говорить честно. Понимаете? Ну, на мой взгляд, вот, замены ему нет. Я думаю, наверняка он, конечно, растеет себе там, как бы, помощников и все, но конкретно поддерживать нужно Павел Николаевич. Хотела бы тоже обратить внимание, раз уж об этом разговор зашел, вот как этот капитализм, он не просто нас ненавидит, но он ненавидит и действует против нас особо изощренными методами. То есть, есть полно людей на свете. Нет, они находят именно из близкого тебя окружение. Вот они просто выискивают, вот, человечка, в котором завелась червоточинка. Они выискивают из родных людей. Вот это самое страшное. Но я хотела бы вот сразу тоже, может быть, пользуясь случаем, обратиться и к работникам совхоза, и к жителям поселка, и к близким Павлу Николаевичу, чтобы они знали. Я человек с уже достаточно большим политическим опытом. Поверьте, они таких людей, которые предают, да, которых они же сами в это и вовлекают, вот, власть придержащая, они их за людей не считают. Они будут вам деньги давать, будут улыбаться в глаза. Но, во-первых, вы никогда не сможете чувствовать себя в безопасности после того, как вошли с ними в сговор. И главное, что они вас за людей не считают. Вот вы закрыли дверь, они остались в своей компании и будут над вами смеяться.